Приветствую вас! Я думаю, что, во-первых, если вы говорите о любви, да? Если вы говорите именно о любви, то любовь, она вообще страданий и боли не приносит. Именно любовь. Потому что это крайне такое светлое и позитивное чувство для человека. Но если вам любовь приносит негатив, если вы чувствуете, например, что вам любовь приносит именно негатив и боль по сути, то в таком случае вероятно речь имеет смысл вести о том, что ваши чувства к мужчине имеют не только любовную природу, то есть природу именно любви. Ну и помимо этого есть вероятно, что что-то еще у вас. Помимо любви есть что-то еще. Например, есть, допустим, какая-то потребность у вас в данном мужчине. Например, есть что-то, ну вы, например, хотите чего-то от мужчины, хотите что-то, например, вы с мужчиной. Вот. Ну и так далее. То есть это вот вопрос уже непосредственно ваших потребностей, которые нужно, на мой взгляд, раскрывать несколько отдельно. Вот. Потому что это вопрос именно того, чего вы сами для себя хотите. Это вопрос именно того, что вам для себя нужно. Вообще. Вот. И вот первым шагом к тому, чтобы не справиться, а понять себя, первым шагом к этому может послужить именно отделение. именно отделение чувств потребностей, потребностных чувств от непосредственно тех чувств, которые вы испытываете к человеку. То есть вот это вот разница. Такая разница в этом есть. Она, может быть, вам покажется несущественной, но она, тем не менее, очень важна. То есть условно, если вы хотите чего-то именно для себя, то вы начинаете зависеть от человека. Ну, от человека вы начинаете зависеть от человека. В этом случае. В этом случае и в этом смысле вы начинаете зависеть от человека. К сожалению. Вот. Если вы хотите чего-то для человека, то ни о какой зависимости речи быть не может. Вот. И, как следствие, ни о каком негативе также речи быть, в принципе, не может. Вот. Поэтому негатив вам, в принципе, приносит, ну, скорее всего, именно вот такая история. Это вот именно такой подход. Также вы говорите о том, чтобы справить, именно справиться, именно справиться с, собственно, с силами. То есть справиться, это, по-моему, справиться, по-вашему, это что значит? Это, наверное, значит подавить чувство. Вот. То есть справиться, значит подавить. На мой взгляд, это ошибка, именно справляться и подавить, подавить свое чувство. Потому что, так вы себя, собственно, разрушаете. Вот. И разрушаете вы себя, таким образом, достаточно сильно. Вот. Именно из-за того, что начинаете, ну, по факту, отделять, отделять и оттенять саму себя и свои желания, соответственно. Вот. Кроме того, я не думаю, что подобного происходит впервые. То есть я думаю, что, скорее всего, вы так уже поступаете не в первый раз. Вот. Вот. По отношению к, значит, себе самой. И, если это так, то отрыв от ваших чувств, возможно, имеет гораздо более долгую историю, гораздо более полную историю. Вот. Гораздо более богатую историю, чем, вот, ну, то, чем то, что есть, вот, собственно, сейчас. Сейчас. Вот. Такая, может быть, выдвинутая гипотова. Вот. Соответственно, на этом я и хотел бы, ну, пока что остановиться. То есть именно на этом я пока что хотел бы остановиться. Именно это, именно на это я хотел бы обратить ваше, вот, внимание. На этом все. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.